привет всем с прошлого раза у меня остались красочки поэтому мы будем рисовать сегодня вот такую вот картинку шучу конечно не поэтому так совпало но я часто использую грязные палитры для того чтобы нарисовать что-то эскизы какие-то зарисовки потому что акварель требует только добавление водички и она снова живая и красивая но тем не менее у нас сегодня вот такая вот картинка я не знаю на мне какую-то японскую живопись напоминает и здесь все построено на спецэффектах это очень классная работа мы будем брызгать солить сушить опять солить брызгать сушить но есть свои нюансы есть свои секретики как и в каждой работе про которую я рассказываю и мы сегодня научимся чем чему-нибудь новенькому что нам для этого понадобится бумага арш стопроцентный хлопок небольшого маленького формата для этой картинки выбирать большой формат не нужно потому что здесь практически отсутствуют детали то есть она построена на пятне и чем меньше детали тем меньше формат краски палитра карандаш стерка клячка кисточки флейт для того чтобы увлажнять лист побольше поменьше и еще наверное возьмем какую-нибудь прям совсем маленькую для того чтобы рисовать наши веточки водичка салфеточки ну вроде все рассказала все то же самое что и в прошлых видео будем сейчас замешивать цвета они у меня есть мы рисовали снегирей поэтому некоторые цвета я просто разбавлю изначально эта картина была построена на двух цветах на двух состояниях теплый холодный это был красный красный теплый красный холодный и синий теплый синий холодный но потом когда мы ее рисовали с моими учениками я решила для пущего эффекта ощущения воздуха пространства и солнца добавить еще желтизны и у нас получился такой эффект освещение не знаю как будто из окошка вот тут даже на вазе есть блик такой как будто это окно с этой стороны располагается солнечный такой свет получается такой горящий букет горящий куст какой-то в вазе и к этому углу у нас переходит все в холодный то есть от теплого красный переходит в красный холодный и совсем в холодный синий пробуем делаем значит нам нужно карандашом в углу где-то но если вы приложите палец то на вот таком вот расстоянии по полтора сантиметрика нарисовать вазу для того чтобы нарисовать вазу как бы мне ничего не стоит просто нарисовать вазу но для того чтобы вам было легче это сделать вы ее впишите в простой прямоугольник то есть вы дел рисуете себе очень тонко прямоугольник потому что это линии построения мы их сотрем поэтому как бы продавливать их не нужно прорисовывать да и можно еще нарисовать линию симметрии если ваза у вас будет вот эта вот линия она вам поможет глазу определить симметрично вы нарисовали или нет без нее сложнее и очень просто отсекаем у этого прямоугольничка углы стараемся это делать симметрично можно здесь маленькие отсечь и допустим сюда и сделать вот такой вот почему бы нет на самом деле здесь не критично у вас может получиться абсолютно любая форма главное чтобы она была симметричная и донышко прорисовываем таким вот тоже эллипсом смягчаем вот здесь мы ничего не рисуем потому что у нас ветки будут перекрывать наши горлышко и рисуем вот здесь вот тоже такой вот изогнутый прямоугольничек это будет отражение блик окошко это все что мы должны нарисовать карандашом вот проще некуда мой любимый рисунок лишние линии мы стираем что у нас лишнее это вот эти вот уголочки до остатки наших линий построения вспомогательных и вот здесь вот в окошке вот эти вот тоже линии которые нам не нужны я убираю излишки стерки флейцем для того чтобы не размазывать карандаш по листу потому что если вы трете рукой он размазывается особенно если он у вас мягкий а для акварели лучше использовать автоматически тоненький карандашик на мягкие а мягкие они мажутся все набираем краски здесь у нас были 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 краски с прошлой работы снегириной зимние да это такая вот летняя хотя может быть и зимние тоже такой букет может стоять и зимой на окне до набираем сюда ярко-голубой тоже я не знаю какие у вас краски вы берете голубой холодный и голубой теплый голубой холодный это у меня размахнулась я это у меня ярко-голубая голубой теплый это у меня либо лак в синий либо ультрамарин в палитре его достаточно я его просто размешиваю вообще я обленилась с вами обычно мы в чистую палитру укладываем краски по принципу такую будем брать первую вторую третью четвертую но сейчас вам придется немножечко подумать самим вы можете конечно набирать краску и кто сейчас вспомнит с какой красочки мы начинаем глядя на нашу картинку говори говоришь желтая желтая даже оператор уже запомнил что если на картине у нас есть желтые оттенки то с них мы и начинаем ну вот у меня такая оранжевинка она мне в принципе тоже подойдет неважно главное чтобы было такой оттенок желтизны я беру красный теплый теплый это в котором больше солнышко да больше желтинки и красный холодный холодный это в котором больше синевы ну то есть как бы больше розовинки да если мы в красный добавим немножко розовенького он сразу потеплеет есть рубиновая есть карминовая такие красно-розовые оттенки дальше нам понадобится может быть даже краплак нет скорее всего я лучше возьму бордовый бордовый вот прям идеально до бордовый отлично то есть три оттенка красного мы будем от желтого переходить к темно-синему постепенно то есть первый цвет как вы должны были заполнять палитру первый мы берем желтый потом теплый красный красный бордовый голубой и синий у нас готовы наши красочки мы их смешали на палитре с водой и обязательно эту воду меняем потому что нам нужно будет увлажнять лист и у нас будет лист цвета воды из банки нам этого не надо и что мы делаем сейчас мы мочим лист полностью а я забыла еще волшебный порошок соль нам нужно будет поэтому пока вы не намочили лист бегите за солью и за феном иначе картинка будет рисоваться весь день так мочим лист полностью хочу быстрее быстрее чтобы урок прошел поэтому забыла про наше окошечко полностью да не полностью промокаем да кто еще не успел сделать такую ошибку то оставляем только блики на вазе обходим их видите поспешишь людей насмешишь потому что мне мой сын все время говорит мама давай видео покороче давай покороче говорю я не могу покороче я не болтаю на самом деле это процесс такой длительный намочили и сейчас я это отодвину немножко для того чтобы не забрызгать потому что сейчас мы будем брызгать начинаем с какого правильно с желтого желтого и брызгаем его в правый верхний угол у многих не получается брызгать они делают вот так и ничего не происходит нужно делать это с усилием как вы градусник стряхивать то есть если вы градусник так потрясете у вас ничего не выйдет как приложите усилия в руку передайте эту инерцию далее нити у нас воды на листе много его на красках начинает двигаться далее берем наш теплый красный и брызгаем его я закрою рукой или вы можете салфеткой закрыть если вам жалко испачкать руки брызгаем наш теплый красный сюда дальше берем наш голубой побольше водички он должен быть прозрачный и вот сюда вот его на вазу укладываем поровнее не брызгами то есть у нас поверхность такая керамическая она более цельная и вокруг можно как мы любим как я люблю надеюсь вы тоже уже полюбили такими вот точечками ну собственно можно побрызгать если у вас еще не получаются управляемые брызги то есть туда куда вы хотите можете прикрывать места рукой или салфеткой или листом бумаги так берем теплый красный и как вы думаете что мы делаем брызгаем брызгаем отлично у меня сегодня помощник активизировался в кадре окей и теперь на всю эту красоту пока это все еще мокрое мне безумно нравится что здесь происходит вы можете над этим медитировать наслаждаться всеми этими подтеками мы это все солим помните как мы делали это в снегирях мы поднимали руку высоко над бумагой для того чтобы у нас соль не насыпалась кучкой и рассыпали ее так чтобы она каждая солинка лежала отдельно да сейчас оператор покажет как это происходит тем самым мы заложим блики свет то есть краска стекается очень сильно но сейчас нам соль нарисуют красивые блики и вот с кувшина я наверное соль уберу потому что не хочу чтобы здесь у меня были те самые блики если красненькая попадет на кувшин ничего страшного и и теперь вам нужно пойти попить чайку позвонить маме бабушке не знаю подруги поболтать с ней минут 10 привет привет сыночек потому что сушить феном сейчас нельзя нам нужно дать время для того чтобы произошла наша акварельная магия соль как абсорбент соберет вокруг вокруг себя красочку воду и оставит очень красивые белые блики на вот как как вот здесь вот такие вот беленькие точечки это солинки и поскольку вода движется да то есть у вас есть какое-то движение на листе то это все минут через десять превратится в неимоверную красоту которую вы не можете контролировать то есть у каждого будет своя магия у каждого будет свой сюрприз поэтому мне очень интересно когда вы присылаете то что у вас получилось ставьте хэштыги в instagram отмечайте меня в инстаграме и я буду смотреть и комментировать ваши работы а сейчас ждем пьем чаек и снова здравствуйте хочу заметить не мочите лист слишком сильно потому что придется долго разговаривать с бабушкой но если эта бабушка любимая то конечно же да посмотрите какая красота у нас здесь произошла это что-то невероятно это просто что-то вот можно уже просто так и оставить мне безумно нравится что происходит на листе вода растянула краски солинки тут просто какое-то невероятное волшебство получилось я за это обожаю акварель давайте продолжать нам нужно усложнять то что у нас есть и мы будем снова что ими наушники когда видео снимаешь снова брызгать прыгать снова брызгать да нам нужно усложнить немножечко вот здесь вот вниз и у нас есть подсохшие места а есть места которые еще влажные и теперь брызги будут распределяться и оставаться с разной фактурой я брызгаю максимальное количество бордового вот сюда на низ потому что тут у нас тень букета да букет это такой шар и вот у меня руки сверху освещены а снизу они в тени и с букетом происходит все то же самое сверху он освещен а снизу в тени и мы можем взять тоненькую кисточку и попробовать сделать намеки на веточки то есть там где они еще будут расплываться пускай расплываются если вы видите что они расплываются возьмите краску посветлее для того чтобы потом создать объем то самые темные веточки у нас будут самые темные самые самые темные веточки самые темные что я хотела сказать самые сухие контрастные линии должны быть самые темные а те линии которые расплываются на заднем фоне могут быть осветлее для того чтобы у нас получился этот самый объем я уже делала урок про то как рисовать веточки до через точку вы можете его найти на youtube канальчики и посмотреть перед тем как рисовать если вы его не видели потому что у вас тогда получится реалистичные красивые классные веточки вот еще чуть-чуть побрызгаю для того чтобы у меня были более мелкие брызги потому что то что мы делали в самом начале очень сильно расплылось по листу потому что лист был очень мокрый так все хорошо но хочется более четких линий и теперь мы сушим сушим до полного высыхания для того чтобы довести нашу картинку до ума нарисовать более четкие линии прорисовать кувшин и листики и веточки на переднем плане мы сушили полностью так что у нас такой прям горячий пирожок получился теперь мы можем убрать солинки которые не растворились чтоб они нам не мешали чтобы наша кисточка за них не цеплялась не спотыкалась когда мы будем веточки прорисовывать и смотрите на перемотки каким образом я сушу да то есть я всегда вам на каждом видео говорю что вы должны просушивать весь лист то есть не дуйте в одну сторону иначе у вас будут корки на листе и он высохнет неравномерно вам нужно просушить весь лист очень равномерно будьте внимательны теперь мы что делаем что брызгаем опять брызгаем вот тут такое теоретическое обучение идет на каждом видео можете взять красочку поярче можете взять красочку потемнее неважно вам сейчас нужно сделать брызги которые будут более четкими тем самым у нас прорисуется объем потому что задний план более расплывчатый но зрение у нас так работает до что он что видно будет на фоне расплывчатых точек точки более четкие и создаться создать создается таким образом ощущение объема ярко светлую красную теплую я брызгала чуть по верху такая же система красную потемнее брызгаю пониже бордовый брызгаю еще ниже тоненькой кисточкой беру про провожу четкие линии веточки которые у нас более четкие на переднем плане внизу они более толстенькие да вы нажимаете на кисточку побольше и к верху становятся более тонкими кисточку вы должны отпустить отпустить смысле нажатия рисовать только кончиком кисточки и они нужно рисовать равномерно вот вот таким вот образом так такую вот швабру да где-то у вас там чуть-чуть веточка сквозь крону 1 бедно где-то длинненькая где-то у основания везде все по-разному и вот здесь вот теперь вы можете сделать вот такие вот листочки более формы такой правильные как листики опять таки не нужно на эту веточку на эту палочку насаживать листик справа-слева справа-слева и на все одинаково да по всей длине нет где-то повесили листик до неравномерно красиво живописно где-то оставили без листика и посмотрите как это делаю я то есть вы когда будете перерисовывать картинку вы захотите нарисовать точно такую же палочку и вот здесь вот листик не то чтобы я это продумывала я это смотрю в процессе и как бы мой мозг понимает где нужно это сделать и я делаю это такими вот достаточно случайными движениями но они выглядят случайно и на самом деле как бы я вижу где оно должно быть и они не случайны и случайность в до характере мазка то есть это не прорисованный листик то есть я не делаю вот так илюша покажи я не делаю вот так вот не рисую этот листик не закрашиваю вот то есть не рисуем у конкретную форму не закрашиваю вою-вою его видите насколько вот эти два листика как рисовые зернышки отличаются от этих которые были сделаны такими вот мазочками очень случайными так теперь мне нужно отделить наш кувшин от фона для этого я просушиваю еще один раз сушу очень хорошо подожди говорю и и сейчас мне нужно будет увлажнить вот эту нижнюю часть я ее увлажняю чистой водичкой вот у меня есть еще одна баночка с чистой водой потому что иначе будет розовая полоса там а мне этого не нужно и так тут краска может под подрастечься немножечко я очень четко соблюдая эту форму и кисточкой потом ее еще откорректируем и мочу так вот снизу вверх до начала букета так скажем потому что краска у меня будет растекаться ей нужно место куда потечь и беру наш темный синий и корректируя вот эту вот форму прорисовывая ее достаточно четко не достаточно четко четко я проявляю нашу вазочку вот здесь вот краска не потекла но сейчас я это исправлю немножко под мочу а вот сюда добавляю можно даже побрызгать бумага была горячая и вода буквально испарилась видите какой эффект произошел не запланированный потихонечку как бы внедряю один цвет в другой смягчая могу даже вот здесь вот немножечко тоже подмягчить для того чтобы создать такое ощущение тени вот и внимательно наблюдаю над краем вот этого синего то есть мне надо чтобы не было видно никакой корки никакого контура чтобы не было брызги создают такие вот как бы как бы случайные движения вот хочется еще немножечко поровнее форму прорисовать вот такая красота сушу практически последний раз потому что еще добавлю упавших веточек уже на фон теперь я кинул сюда вниз еще как бы упавшую веточку для того чтобы обозначить горизонтальную плоскость кину немножко опавших осыпавшихся листочков еще добавлю вот сюда вот листиков по направлению вниз потому что да у букета здесь такой как бы получается веер вверх и вниз идут и эти веточки помогут мне перекрыть наша горлышко кувшинчик а добавлю немножечко еще более темных это я бордовый смешала с синим такой красивый фиолетовый получился можно просто синим да мне нужно вот это вот место как можно сильнее притемнить могу еще более темную веточку сюда но в общем нет предела совершенству но лучше оставить такой японский стиль немножко недосказанности да у нас декоративный кувшин декоративность его в том что он не прорисован не прорисованный объем не прорисованы тени на его форму указывает только блик от окошко и вот такой вот просто взрывной крутой очень букет у нас вышел я лично в восторге сколько его не рисую столько радуюсь надеюсь вы тоже очень порадуетесь когда его нарисуете повторите его несколько раз запаситесь терпением потому что соль должна сработать просушиваете хорошенечко и если вы потренируете сделаете несколько повторов всегда на этом настаиваю то у вас очень очень хорошо получится с каждым повтором все лучше и лучше смотрите предыдущие видео на моем канале ставьте лайки репосты я работаю за лайки поэтому не скупитесь пишите комментарии потому что всегда они меня очень мотивируют на то чтобы снимать следующие видео передавайте приветы моему оператору монтажеру помощнику любимому сыночку и мы будем для вас снимать все новые новые видео уроки всего вам хорошего хорошего настроения пока